Да, травмы есть. Бывает больно, но счастливы мы и довольны, что живы мы, что есть желание участвовать в соревнованиях. Татьяна Красновецкая каждый год на всеукраинской спартакиаде «Сила духа» пишет новый стих. Это уже пятый по счету и, по ее мнению, лучший. После травм на производстве именно спорт помогает ей оставаться в строю. Считает участница соревнований. Некоторое время назад очень многие люди, получившие травму, были выброшены за обочину жизни. О них забывали напрочь и навсегда. И вот эта спартакиада дала возможность очень многим людям вернуться к жизни. Вернуться в свою семью уважаемым, полноценным человеком. Даже если нет ног и нет руки, это не приговор. Это еще только испытание, через которое нужно пройти с честью, переплакав, переодолев боль и вернуться к полноценной жизни. Вы знаете, с вас берут примеры, с вас будут брать примеры. Вы показываете силу духа, вы делаете все, чтобы победить. Вы знаете, низкий поклон вам и уважение. Я хочу пожелать самым главным, чтобы вы всегда были здоровы. Чтобы в ваших домах, в ваших семьях всегда было тепло, уютно, достаток. И пусть вас хранит Господь. Спасибо вам. Спортсмены с ограниченными возможностями со всей Украины, получившие травмы на производстве, собрались в спорткомплексе Одесской юрокадемии. Девятикратный чемпион мира по гиревому спорту Юрий Вениченко из команды Днепропетровской области правша, но не может поднимать вес сильной рукой. Теперь рекорды он устанавливает левой. На юбилейной спартакиаде именно его команда выиграла золото в принципиальной борьбе с донецким коллективом. Все наши, все жаждали победы. Я видел, как жаждали победу донецчане. Все стремились к первому месту. И у нас сильные соперники. Донецкие очень сильные соперники. Значит, я считаю, кто больше тренировался, тот и заслужил первое место. Также в этот день чествовали и трехкратного чемпиона мира по гиревому спорту, участника соревнований Ивана Бутриян. Условия, созданные на базе Одесской юрокадемии, позволяют регулярно проводить турниры самого высокого уровня. В этом году, когда ВУЗ отмечает свой 20-летний юбилей, каждые выходные проходят состязания по различным видам спорта. Но когда на арену выходят люди с ограниченными возможностями, сила духа наполняет всех участников. Спортивные площадки, которые мы построили здесь, в университете, они востребованы не только для студентов наших, но и для всех желающих. Особенно то, что касается спортсменов с ограниченными возможностями. Почему выбрали именно нашу спортивную базу? Потому что у нас созданы условия именно для такой категории спортсменов. У руководства ВУЗа уже есть опыт проведения подобных мероприятий для такой категории граждан. В прошлом году в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана такая акция была организована для детей. В Одессе для нашей категории спортсменов, которые потерпели, которым нужно в нормальных умовах проживать, нормально проживать рядом, харчовать и так далее. Про этот спорткомплекс скажу, что он просто чудовый, идеальный. Он для всех идеальный, но и для наших спортсменов, прежде всего, потому что все абсолютно удобно, комфортно, прекрасные покрытия, прекрасный тент для проведения в летних умовах таких змаганий. То есть, все очень чудово и большое спасибо президенту Академии Кивалу Сергею Васильевичу за то, что он любезно согласился дать нам эту возможность и запросил на следующие разы. В церемонии награждения победителей и призеров турнира участие приняли и представители Одесской обладминистрации. Это большая честь для нас. Мы очень благодарны юридической академии, которая приняла этот запрос. Мы уверены, что вы тоже приемлемо согласованы тем уровнем управления моего спорта, который у нас в юридической академии. Уровень соревнований очень высокий в плане удобств и в плане качества покрытия для спортсменов. Хороший комплекс юридической академии. Один, может, даже из лучших на Украине. Из тех, что я видел на сегодняшний день, это лучший комплекс. Все участники отмечают, что пятая спартакиада прошла на самом высоком уровне. Также спортсмены поучаствовали в экскурсии и посетили оперный театр. Это победа. Победа сильных духов. Она сложилась из тех, кто ее организовал, из тех, кто предоставил стадион, из тех, кто нас кормил, кто возил, кто размещал. И самое главное, это из тех участников, которые сюда приехали. Это 300 человек, которые, презрев болезни, травмы, уныние, неверие в себя, презрев все это, собрались духом, приехали и выступили. И выступили достойно. Очень замечательно. Просто получили массу удовольствия. Мы все, вся наша команда очень благодарны. Наталья Апара, Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».